Мы продолжаем домашнюю серию. И сегодня нам нужна ваша поддержка. Быть с командой, когда она побеждает легко. Быть с командой, когда ей тяжело. Прошлые смены. Третье звено на льду у Витязя, как Шаров с шайбой. Пас на партнера. И партнер бросал с неудобной руки. Прожал воротом. Массальский сын. А сейчас Александр Никулин. Точнее, наоборот. И опять наброс на пятачок. Внимательно, кстати, играет и Витязь, и Лада перед своими воротами. Момент у Витязя в большинстве. У Лады при игре в равных составах. Но это было в самом начале матча. Передача на Гурьянова. Денис пошел в середину. Здорово! Здорово сыграл Гурьянов! Вот она потеря на синий. Шитиков. Выход 1 на 1. Бросок! Массальский с шайбу фиксирует. Как здорово ускорился Дмитрий Шитиков. Но это уже концовка эпизода. Два игрока пытались ему помешать. Два защитника первой пары. Но, как ни старались, Викланд с Фладом. Они... Не смогли помочь воротарю и Шитиков. Крысанов опасная шельфельда. Опасно! Дважды спасает Сятери. Но нужно помочь защитникам воротарюта. Сятери просто не в состоянии подняться со льда очень быстро. Гол! 1-0! Лада повела. Следующие атаки Лады. Ну, вот смотрите. Здесь Белоусов и Шенфельд боролись. В итоге эту шайбу сумел забрать Белоусов. Игра через защитника. И бросок от Дмитрия Воробьева. 1-0. Удаются контратаки. Но вот здесь момент. Как Шаров! Ух! Еще тяжело Дыша отправляется на смену. Ну, вот эпизод. Там еще подкатился бумаги матча. Ассистировали ему Георгий Белоусов и Станислав Романов. Лада выигрывает спустя месяц. Лада прерывает серию из 10 поражений подряд. Лада впервые в этом сезоне побеждает Долг. С чем мы тольятинскую команду и поздравляем. Ну, естественно, болельщиков этой тольятинской команды. Тольятинская команда. Это больше.